Здравствуйте! Меня зовут Евгений Шувалов, сегодня Рождество, и я сегодня вспоминаю мои самые лучшие партии, игранные в адванс, то есть продвинутые шахматы или по старинке в шахматы по переписке. И сегодня я с вами посмотрю партию против Ирины Пуховской, игранную в 2008 году, в интернете соответственно. Партия получилась очень интересная, была разыграна французская защита, обоюдные гонки проходных, читы и ферзя одного имена на доске, и в общем, очень непредсказуемый, можно сказать, финал этой партии, который вы узнаете в конце этого видео. Всем советую посмотреть, ознакомиться с анализами, ну и вперед! Итак, партия началась ходом Е4, и я ответил своей излюбленной французской защитой Е7, Е6. Д2, Д4, Д7, Д5, конь С3, слом Б4. Разыгран так называемый вариант Венавера в французской защите. Д5, играют белые. В общем, пока мы играем основной самый вариант, самые основные ходы. И вот здесь вот, после хода фержи 4 белых, у черных есть, конечно, выбор, они могут сделать рокировку, вполне возможный ход. Вот. Но могут пойти так, как я пошел в партии, то есть, пойти в ферзи Си. Но смысл хода в том, что черные жертвуют практически весь свой королевский фланг, но надеются быстро завершить развитие, рокировать в длинную сторону и начать мощную контр-игру против застоявшего в центре белого короля. Ну что ж, Эйна принимает вызов. Она бьет пешку. Пербит Ж7, ладья Ж8, пербит А7. Обе пешки уничтожены. Но теперь начинается контр-игра со стороны черных. Черные играют С, Д, бьет Д4. И, как видим, ферзь уже грозит взять на С, Т, объявить двойной удар на белого короля и белую ладью. Поэтому конь Е2. Основной теоретический ход. Конь Б на С6. Ф4. Ну, скажу вам по секрету, что здесь у черных есть два основных продолжения. То, которое я избрал в партии, это ход С, Д, С. Оно наиболее старое продолжение. И чаще всего играет именно так. И более современная трактовка. Это немедленное взятие на С3. С последующим, после возвращения ферзя, немедленным ходом Д4. Ну, тут своя отдельная теория. Сейчас мы, конечно, не будем на этом останавливаться. А посмотрим основной вход, который был в партии. Фон Д7. Обратите внимание, что брать пешку на Д4 все еще нехорошо, из-за взятия на Д4 и коню. Теперь висит на С2. А в случае, если белые берут на Д4, то простая тактика. Ферзь, С3, шаг. И одновременно под боем оказываются все белые фигуры. И король, и ладья, и кони. В общем-то, черные здесь сразу получают, можно сказать, выигранную позицию после этого. Поэтому никто так не играет, конечно же. Сначала обычно возвращают ферзя назад. Ферзь, Д3. Ну и здесь уже белые все ее сгрозят сейф пешку на Д4. Поэтому черные снимают напряжение. Здесь тоже у белых огромное количество ходов. Просто уйма возможностей. Даже не буду перечислять все возможные за белые ходы. Практически любой ход, который приходит в голову, здесь возможен. И один из основных ходов, это, естественно, взятие пешкой-конем. Именно так играет Ирина. Оно одновременно... Конь идет на Б5. Готовит нападение на ферзя, вторжение на Д6. Ну и чему ясно делал, черные должны препятствовать. Они играют А6. Ну, как они, я. Я же играю черными. Играю А6. И вообще, в этой позиции также очень много ходов. Есть ловушечный ход ладья Б1. Ну, ход не только ловушечный, он в принципе сильный. Ладья встает на открытую линию. Но ловушка заключается в том, что в случае немедленной рокировки, рокировка входит в планы черных, белый немедленно съедает пешку А6 ферзем, и оказывается, что к такому взятию черные не готовы. Белые фигуры просто... Черный король зажат, и белые немедленно отыгрывают ферзя и получают выигранную позицию здесь после... Ну, скажем, после ладья Б7. Здесь у белых выиграно уже. Поэтому на ход ладья Б1 основной ход это конь А5 вместо рокировки вот здесь вот основной ход конь А5, чтобы подготовить рокировку, в случае чего на поле Б7 можно будет перекрыться конем. В этом идеевое входа. Ну и плюс конь идет по своему обычному французскому маршруту на поле С4. Одновременно открывается дорога слону. Ну, это я уже углубился немножко в другой вариант. В партии Эйна Пуховская играет конь Е2. Этот ход рекомендует в своей книге Александр Халифман. Кто-то читал, возможно, он выпустил целую серию книг. Дебют белыми по Ананду. И вот там разбирается эта позиция, и он рекомендует ход конь Е2. Как основной за белых, и, в общем-то, во всех вариантах обещает здесь белым перевес. Ну, сразу скажу, что здесь огромная теория у этого хода, и в разное время разные продолжения считались основными. Ну, в частности, долгое очень время основным считался ход конь Е5. Ну, как раз в книге Эм Халифмана очень убедительно приведен вариант практически до глубокого эншпиля, опровергающий ход конь Е5, и начинается он ходом H3. Белый играет H3, на что следует конь Е5, G4, немедленно белый сгоняет этого коня с поля F5. Ну, у черных есть своя контра-игра, конечно, они прогоняют ферзя, и белый играет ферзь C3. Вот, обратите внимание, в большинстве вариантов так называемого варианта отравленных пешек в французской защите, ну, я его так называю вариант отравленных пешек, размен ферзей, он выгоден белым. Даже если белый отдадут по этому пешку на C2, или даже в некоторых вариантах им отдают качество, но по этому разменивают ферзи, вот эта вот пешечная армада на королевском фланге, она, как правило, решает исход борьбы в пользу белых, ну, плюс, как правило, остаются два слона, и два слона плюс пешечная армада, она обеспечивает белым перевес, очень тяжело бороться без ферзей черными против этой вот пешки. Ну, так же и здесь, вроде бы, вот у черных есть контр-игра хорошая, вот в варианте конь D4 видно сразу, что висит пешка на C2, защищать ее не очень удобно, но точными ходами тем не менее белые достигают перевеса, а именно нужно поднять здесь не очень красивый ход ладья 2, защищая пешку, и на ладья C8 уже не жадничать, а отойти конем обратно и пешку эту отдать. Ну, после чего в книге Халифмана приведен основной вариант взятие ладьей на C2, размен на C2, король D1, и обратите внимание, что коню уже не очень удобно здесь отходить, все пути назад ему отрезаны, и приходится идти в угол доски. Конь идет на 1, ну, не лишний раз будет вспомнить известное изречение Тараша о том, что конь на краю доски стоит плохо, здесь целых 2 коня на краю доски, один из них в углу, присутствовал белых слон, который впоследствии может стать сильным, мощная пешеная цепь, в том числе очень опасна именно проходная пешка H, которая именно в этом варианте и решает по сути исход борьбы. Ну, кстати, хочу сказать, что очень много партий было сыграно в этом варианте, в частности, на ум приходит самая громкая по именам эта партия Тимон Шорт, да, Тимон Шорт, тоже они играли в этом варианте, точно не помню, как там было по ходам, ну, а здесь основное продолжение это, конечно, ладья F3, препятствует выходу коней, тем не менее коню надо выходить обратно, и ладья по третьему ряду перебрасывается на Ц3, грозит шах на Ц8 с выигрышем ладьи, черные не могут это игнорировать, и после хода слон Е3, вот, получается основная такая позиция, не будем долго на ней останавливаться, сразу видно, что кони завязли на ферзевом фланге, они вынуждены защищать друг друга, назад вернуться не могут, белый слон очень хорошо обрезает коня по диагонали, ну и постепенно белые поведут в движение пешки ферзевого фланга и должны добиться победы, в общем-то очень много партий развивалось именно по такому сюжету и закончились победы белых, поэтому сейчас мы вернемся назад и скажем еще несколько слов об этой позиции, в общем как вы поняли из этого варианта ход кони в 5 сейчас вышел из моды, он уже давно не является основным ходом, а основным ходом является ход владея c8, ну с одной стороны черные отказываются от рокировки, это конечно минус, но с другой стороны они готовят немедленную контр-игру по линии c, в частности против пешки c2 и конечно именно эта контр-игра дает им как правило достаточные контр-шансы в частности у того же Халифмана дальше проведен вариант слон d2 ну сразу скажу что основным ходом является не слон d2 но чаще всего играет ладья b1 после чего например конь a5 конь d4 слон выходит на a4 кстати этот ход тоже не самый часто встречающийся чаще делаю довольно странный ход конь e на c6 ну с идеей выменить вот этого коня на d4 который блокирует всю позицию но однако мне кажется что после простого отступления конем на f3 видно что черные кони немножко завязывая опять на ферзевом фланге а слон не успел выйти поэтому логичнее будет сначала конечно выйти слону на a4 создать угрозу пешке c2 и уже скажем после хода c3 играть либо конь a на c6 либо возможно конь e на c6 тоже с идеей выменить коня на d4 и получить достаточную контр-игру ну это опять же другой вариант сразу хочется вернуться к монументальному труду Александра Халифмана и все таки разобрать ход слон d2 который считает основным ну на слон d2 черный играет конь f5 но здесь я как вы видите разбирал коды ладья b1 и c3 но Александр Халифмана он рассматривает основным ходом ладья а на c1 и если мне не изменяет память дальше варианта идут как-то так конь идет на а5 c3 c3 и вроде бы от всего защитились или может быть я что-то путаю кстати вполне возможно что я что-то путаю но в любом случае ладья c1 это ход калифмана и после корня опять c3 как-то он так что-ли да точно слом b5 делаю ход черный ладь в общем далеко я ушел стоит вернуться к партии тем более у меня есть отдельные партии именно на эту тему здесь как вы видите позиции довольно сложные очень много возможностей как за белых так и за черных поэтому возвращаемся назад и сразу делаем тот ход который я сделал в партии это ход конь а5 довольно редкий по сравнению с двумя предыдущими ходами ход с идеей затеять контр-игру на ферзевом фланге одновременно не отказываясь поэтому от возможности длинной рокировки конь d4 играет арина это основное продолжение я играю слон а4 атакую пешку c2 слон d2 и теперь я сгоняю коня блокирующего коня на d4 вот после того как слон вышел на поле а4 вот сюда сгоняем коня ходом конь е на c6 но здесь как вы видите у белых тоже очень много возможных ходов есть ход c3 но основной ход в том числе рекомендации все того же хлифмана это взятие конем на c6 взятие на c6 и вот здесь ладья c1 вот кстати возможно что с этим вариантом я немножко напутал в подыдущем в подыдущем поиме ладья c1 рекомендация хлифмана после чего он ставит что у белых небольшой но стойкий привес и с этим сложно не согласиться потому что с одной стороны черные сделали рокировку они у них свободное развитие вывели слона на а4 есть определенные зачатки для контр игры против пешки c2 но у белых все крепко у них два слона и у них вся та же пешечная армада и в том числе пешка h которая не имеет никаких препятствий на своем пути и в ближайшем будущем превратится в ферзя может превратиться в ферзя если конечно черные позволят это сделать но пока белые должны думать о том как закончить развитие и они делают ход g3 но вполне логичный ход слон освобождается от защиты пешки на g2 в случае чего сам может прийти на g2 возможно как игра с короткой рокировкой белых так и игра с дальнейшим надвижением пешек так что здесь у белых довольно много планов и у черных тоже есть разные возможности я сыграл король b8 сразу внимательный слушатель наверняка обратит внимание что вместо король б8 напрашивается нападение на ферзя ходом слон b5 в принципе это был бы тоже возможный ход здесь примерно вариант ферзи в 3 слон bf1 ферзь bf1 конь a5 fd3 конь c4 ну очень много фигур разменено но тем не менее основные козы белых они остаются по и них это слон против коня ну слон слона возможно удастся разменять конечно но основной конечно это пешка h2 которая не ровен час аинется вперед и скует все ладьи черных защитой вот превращение этой пешки придется черным не сладко в принципе оценка такой позиции где-то около равенства но постоянно у белых есть небольшой плюс и постоянно черным приходится бороться за равенство именно за перевес нигде здесь бороться не получается поэтому возможно я отказался от такого продолжения сыграл король b8 ну это во первых профилактика во вторых смысл входа в том что освобождается поле для ладьи ладья потом встает на c8 и вместе с ферзем и со слоном они все вместе атакуют пешку на c2 посмотрим как было дальше ферзь и ты играет это ино ну здесь конечно рука так и просится пойти пешкой вперед напасть на ферзя там просто буквально так и просится сделать этот ход ну и так я игра перс отходит на f2 и сразу конь меняет свое место дислокация идет на еси в дальнейшем конь может пойти как на f5 так и на d5 ладья перейдет на c8 и в общем-то у черных затевается какая-то контр игра но тем не менее белые тоже достигли удобной установки фигур они убрали ферзя за назад в защиту где он защищает пешку на g3 и освободили поле d3 для слона куда он сейчас и устремляется вообще это поле конечно идеальным для белого слона здесь он и защищает на c2 и контролирует диагональ d3 h7 тем самым помогая своим пешкам королевского фланга двигаться ферзи поэтому здесь конечно непросто может быть черным защищаться очень много ходов у черных выбор что конкретно сделать непонятно в парке я сыграл ферзи с идеей где-то возможно перевести на большую диагональ на поле d5 слона поставить на c6 и сделать такой мощной батареи по большой белой диагонали все-таки видно что белые поля у белых немножко прослаблены ну и одновременно освобождая линию c для лаги ну и защищай на d4 такой это многоплановый ход а h4 играет белые ну как вы могли догадаться что возможен был план и с короткой рокировкой то есть здесь можно было сделать просто два нуля и довольно интересные варианты кстати возникают после этого хода например солнце 6 здесь вариант не сохранился ну в общем солнце 6 возможно возможно и даже опровергает в каком-то смысле срокировку потому что грозит ход все за d5 и король явно будет себя чувствовать неуверенно на королевском фланге ну возможно придется играть h4 и на d5 какой-то делать ход типа король h2 ну зачем зачем черным так подставляться здесь еще и две лаги могут встать на линии g и h и конь может в любой момент пойти на f5 после чего тоже придется как-то неудобно защищать пешку на g3 сразу видно что активность черных очень большая и в общем то это одна из тех позиций в которые должны стремиться черные поэтому ирина делает в общем то логически логичный ход h4 она начинает разыгрывать свой основной козы в позиции это пешки королевского фланга в частности пешка h ладья сзади идеально для того чтобы эту пешку поддерживать ну плюс что еще два слона да два слона нельзя об этом забывать которые тоже поддерживают хорошо очень пешечное движение и черным надо играть очень энергично для того чтобы не оказаться задавленными буквально вот этой вот пешечной массой и так здесь у меня конечно был соблазн пойти слоном на c6 хоть вот я вроде бы и не привожу здесь этот ход в варианте партия сыграл слон b5 ну был соблазн пойти слон c6 напасть на ладью чтобы она определилась но я так подумал что возможно белые сами рады были бы поставить ладью на g1 может быть это входит в их планы поэтому я не стал подгонять их там к этому ходу и в общем как вы увидите дальнейшее течение партия оказался прав действительно белые хотели поставить ладью на g1 а а тем временем я экономлю время и разменивала одного из одну из самых сильных белых фигур это белопольного слона на 100 б5 вообще размер белопольных слонов как правило во французской защите везде выгоден черным ну здесь конечно это тоже видно и как я уже говорю белые сыграли ладья же 1 и как ни странно этим ходом они упустили одну очень интересную возможность а именно возможность заключается в том что ладью можно было оставить на линии h а пойти немедленно h5 сделать ход h5 и после коня в 5 войти ладьей на h3 таким вот способом защитить пешку g3 в общем выгода этого предложения в том что ладья она защищает свою проходную и как вы знаете из уроков эншпиля ладья должна располагаться сзади проходной пешки вот и здесь она располагается идеальным образом на поле h3 и готовит дальнейшее движение пешки h как играть черным я планировал сыграть d5 и в случае хода h6 черные делают стандартную я бы сказал перестановку для всего вот этого варианта они сначала продвигают одну ладью вперед ставят ее на g6 пропускают пешку на h7 и другую ладью блокируют ее на h8 ну после чего возможно в каких-то вариантах ладья с g6 вернется на g7 две ладьи все-таки отъедят эту пешку ну или какая-нибудь другая фигура например ферзь поможет съесть пешку в общем здесь у черных нету практически никаких проблем позиция у них очень активно поэтому конечно основного хода я опасался не хода а6 а в основном я опасался такой компьютерной жертвой пешки а именно хода а3 а4 ну на первый взгляд особенно на взгляд человеческий без неподкрепленной какими-то компьютерными анализами очень сложно понять зачем вообще отдается пешка на а4 давайте посмотрим давайте съедим все-таки слоном на а4 посмотрим в чем идея белых а идея в том чтобы сейчас продвинуть на а6 и после ладья же 6 а7 ладья же 8 вот ровно такой же вариант который мы смотрели да это вроде бы никакой разницы здесь у белых есть вход c4 сгоняющие черного ферзя из центра и в общем-то черный на 1 пути как им сыграть я разбирал основном взятие на c3 взятие на проходе и отход ферзем на d7 вообще на человеческий взгляд мне как-то не кажется пешка на c4 опасно и хочется вернуться ферзем на d7 чтобы вниз не вскрывать позицию для двух слонов белых поэтому в первую очередь хочется забрать ферзь d7 и белый играет король е2 вот так вот король под прикрытием двух слонов чувствует довольно уверенно чувствует себя в центре ну ну надо пешку а7 кидать поэтому черный играет f6 подрывает пешечный центр взятие ладья и знаете что самое интересное если белые поведутся этой жертвы все-таки съедят фигуру то есть разменяются ладьями и съедят коня то жертва полностью себя оправдывается ну правда тут тоже нужно за черных играть очень точно например взятие еф опровергается наверное единственным ходом слон е1 после чего король убегает через d2 и у белых перевес ну а главное продолжение это ход ферзь h5 после чего если белые хотят избежать вечного шаха они должны играть король е1 перс h1 и закрываться слоном ну вот посмотрите пожалуйста на эту позицию на первый взгляд у белых лишний слон ну в принципе от шахов они защитились никаких прямых угроз у них нет но тем не менее именно в этой позиции черные проводят мощный ход в духе всего варианта они подрывают центр ходом е5 вообще на человеческий взгляд вроде бы хоть нелогично зачем давать белом сдвоенные проходные в центр да еще и при том что у нас нет фигуры у нас не хватает фигуры напоминаю но именно здесь важно в то что после ферзь е4 шаг ферзь е2 освобождается поле h4 не поле h4 освобождается дорога е4 на h4 для черного ферзя и в общем то белые никак не могут здесь избежать вечного шага как вы видите ферзь соходит вот туда-сюда можно закрываться слонами там в разных вариантах ну возможно кстати что этот ход может быть даже передает инициативу черным после взятия ладьей на f5 но даже простое простой шаг на h1 легко фиксировать ничью видно что белые не могут избежать повторения ходов вернемся назад и напомним что все эти варианты возникают в том случае если белые принимают жертву фигурам и меняются сначала ладьями на h7 потом бьют на f5 но в белых есть очень сильный ход ладья цена h1 ой что-то я улетел опять подведущий вариант прошу прощения f6 взяли на f6 ладья вот f6 g4 взяли на h7 и вот здесь ладья цена h1 белые отказываются выигрывать коня и просто захватывают линию h ладьями черные вынуждены разменяться и здесь после условного конь е7 ладья h7 белые сохраняют большой перевес у них все еще два мощных слона у них проходная пешка пешка которая тоже очень сильно сковывает черных ну все фигуры активны ладья очень активно по седьмому ряду ферт готов подключиться где-то к атаке пешка g и в общем-то здесь защита черных была бы очень трудно ну и вполне возможно что здесь черный уже не защититься поэтому опять же возвращаемся назад в этом собственно и обоснование такого странно жертвы пешки а4 но однако не все так плохо и наверное черные все-таки могут принять жертву пешки и после хода h6 ладья g6 h7 h8 c4 здесь наверное они могут просто побить на проходе и после ладья bc3 пойти слон b5 в общем-то вот этот вариант наверное стоит считать основным здесь черным удается либо разменять белопольного слона белых ну просто скажем взять и на f5 вообще хочу сразу сказать что в этом варианте вот такой вот размен белого слона на коня f5 он как правило всегда в пользу черных потому что очень сильно после этого ослабляются все белые поля ну и плюс пешка f5 она все-таки затрудняет движение пешечной массы белых так что ничего страшного что пешки сдвоены все-таки у белых король на е1 довольно слаб и движение дальнейшее пешек сильно затруднено и приходится защищать короля поэтому здесь наверное все-таки у черных была бы нормальная игра вот примерный вариант я здесь набросал какой-то вот такой вот ну в общем-то вариант необязательный но вполне мог бы случиться и заканчивается вечным шахом потом белому королю ну это было все отступление от нашей партии соины хочется все-таки вернуться назад эйна не стала соблазняться не стала немедленно двигать пешку на h5 а сразу поставила ладью на g1 защищая пешку g3 ну и в дальнейшем не просто защита она еще готовит движение пешки на g4 чтобы пешки так общей массы шли вперед продавали позицию черных на королевском фланге поэтому черные должны играть очень энергично на другом участке доски следует размер слонов и ферзь а4 я играю в партии сразу начинается контра игра ну даже не столько против пешки а3 сколько против по линии c я захожу ферзем готовы вторжение ладей по линии c ну а белый следует своему плану надвигают пешки на королевском фланге и здесь уже начинается такая вот игра на опережение кто кого успеет первым короче чьи планы сильнее ну вроде бы белые опережают на первый взгляд пешки уже надвинуты все здесь никаких угроз нету но тем не менее черные тоже не отстают не играть я играю ладья c8 готовлю вторжение по линии c следует в партии следует размена c8 и h5 пешка идет вперед сразу же хочу отступиться немножко и посмотреть чтобы было бы если бы вперед пошла пешка ff5 в принципе это тоже довольно логичное продолжение потому что здесь скажем после хода ферзь d5 размена на е6 у белых у белых образуется две связанных проходных довольно далеко продвинутых и поддержанных сзади ладьё и еще и слоном так что это очень большая заявка на успех но тем не менее фигуры черных тоже активны и они здесь организуют очень интересную контр-игру например если белый осуществляет свой план и дальше играет g5 черный конь летит вперед конца и сразу грозит матом в один ход обратите внимание что ферзь уже грозит пойти на d1 и поставить белым мат игнорировать такое конечно нельзя ну взятие коня приведет к тому что у черных у самих появится очень сильная далеко продвинутая проходная здесь уже скорее белым придется искать пути к спасению чем черным все-таки король черных намного более в безопасности находится чем белый король ну и пешка более дальше у них продвинутым поэтому конечно такой ход никто не рассматривает и основной ход который я смотрел это король f1 пешком пытается убежать на королевский фланг спрятаться здесь засердя злодью в общем то пешка на а3 уже по сути никого здесь не волнует потому что очень далеко продвинутые связанные проходные должны решить просто исход борьбы в пользу белых но тем не менее у черных есть конкретное опровержение а именно черный конь начинает вот так вот уже по тылам терроризировать позицию белых грант конь d1 нападая на ферзя ферзь отходит на f3 ну и теперь пользуется тем что слон оказался без защиты играем ферзь 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 очень хорошо взаимодействовать ферзь в атаке угроз они могут создавать в частности создана угроза скрытого шаха конем основального я смотрел латят е2 не боясь скрытого шаха конь е3 и король f2 и здесь белый король пускается в путешествие Müners после ферзь f1 король g3 конь f5 белый король идет вперед и видно уже что в общем-то фигуры черных подтянулись и их кунта игры должно быть достаточно как минимум для поддержания равенства ну а если партия игралась бы не по переписке в живую то здесь уже неизвестно кто бы мог рассчитывать на перевес все-таки черными ходы находится довольно просто да давай себе шахи там атакуя короля но единственное что в этой позиции когда вот белые защитились от всех шахов готова продвижению пешки можно конечно задуматься и поднять ход ферзь b1 персток издалека удаляется на другой фланг но тем не менее атакует пешку на d3 ну если белые будут упорствовать своем желании выиграть любой ценой надвинуть пешки пойду скажем h5 то возможен такой вариант d3 перс f3 ну в общем-то размен ферзей здесь сразу бы отдал бы белым решающий перевес поэтому черные не имеют возможности менять ферзей но здесь я смотрю разные ходы можно пойти ферзем на b1 а есть такой симпатичный ход коня шесть который практически немедленно форсировать ничью потому что после король же ты и конь возвращается на f5 черный король просто не может отойти вот нельзя приходит ходить туда-сюда взять и коня конечно же ведет к немедленному поражению после хода ладья же 8 в общем видно что король вынужден атаки от сердца либо встать под рентгеновский шаг с поле f8 ну и случае закрытия слоном то есть конечно же перегрузка короля она сказывается взятие взятие и черный берут ферзя и никакая пешка на а6 здесь не способны спасти белок все-таки у ученых есть своя проходная ферзь и король очень очень необеспеченно себя чувствует на пользу g5 в общем это было вступление конечно от основного варианта в партии и на видимо проанализировал всю эту игру пришла к выводу что у черных везде достаточно здесь контра игра и поэтому двинула вперед сразу пешку аж аж 5 последовало в парке ну вот серьезная заявка на перевес хочу вам сказать конь d5 конца игра черных строится все на том же конь идет куда-то на c3 и здесь по белым полям пытаются черные влезть а6 и надвигает пешку пытается отвлечь ланью таким способом конь идет на c3 и ферзь c3 прикрывает поле d1 на которой хотела вторгнуться белый черный ферзь матом ну и в этот момент конечно кажется что белые явно переезжают потому что здесь никакой контра игры пока нет король вроде бы обеспечен но тем не менее наконец-то съедается пешка на а3 которая много ходов стояла под боем и здесь сразу хочу сказать что белый никак уже не имеет возможности игнорировать угрозы черных например если они продолжают надвигать пешки скажем ходом и в 5 последует шаг по первому ряду и после короля в два хватит раз b2 слон окажется под связкой и очень неудобно белом его защищать ну конечно есть ход король е1 после которого скорее всего последует повторение ходов и ничья ну а если белые здесь уже будут упорствовать и сыграть все в 4 то после конь d5 единственный ход ферзи 5 чтобы слон остался под защитой черный перекрывает действий ферзя ходом конь е3 торгается ладьей на второй ряд и видно уже что все черные фигуры находятся в атаке пешки буквально одного хода не хватает того чтобы стать ферзем приходится отдавать качеством и в общем здесь черный играет теперь же 1 продолжает продолжая нагнетать свои угрозы а в общем то здесь белым уже дорог на самом деле хороший совет потому что очень сильно очень слаб король ферзь куда-то отошел от защиты на поле же 5 и видно что здесь черный должны победить поэтому вернемся к партии видим видим мы с вами что черные уже создали нехилые довольно угрозы вторжение по второму ряду поэтому белые защищаются ходом ладья же 2 ладья заранее защищает слона и королю готовится дорожка через f2 может быть на g3 или на g1 в общем вот так вот между ферзем и ладьей король должен убежать тоже вот сюда на королевский фланг ну и я начинаю двигать свою проходную да это на самом деле партия характерно тем что несмотря на то что белые уже додвинули пешку до а6 тем не менее черный успевает надвинуть свою проходную и таким образом создать контр игру далее следует f5 а4 идет игра на опережение h7 следует в партии fb2 f и я ну здесь в принципе можно было бы съесть конечно пешку на е6 дальнейшим вариантом например ладья е2 ну пешку на е6 ели но тем не менее ферзя приходится пропустить потому что на ладья аж 8 конечно неприятно будет все все в 6 очень неприятно я бы сказал и черные скорее всего остаются без ладья может быть и без ферзя то есть пешка аж вполне может проскочить ферзи поэтому черных спасает очень хитрый ход король оси заранее уходя королем от шаха по восьмому ряду белый проводит ферзя но тем не менее взятие взятие и здесь черный ферзь конем опять же объявляет вечный шаг не вечный шаг а очень много проблем создают белым возвращаться на е1 не хочется потому что возможен вечный шаг а в случае ферзь f4 конь d5 ферзь g5 ученых неожиданно очень сильно своя проходная пешка и белым уже здесь приходится соскакивать например ходом ладья а8 коробит а8 ферзь d8 шаг король а7 и ферзь а5 и далее вечный шаг по полям а5 и d8 в общем такой был возможный вариант но я уже не хотел так форсировать ничью мне хотелось чего-то такого создать на самом деле оригинального в этой партии и поэтому я на взятии пешки на е6 вообще проигнорировал эту пешку в сыграл а3 веду свою песку ферзи вообще не обращаю внимание на то что делают белые белые играют еф а2 обратите внимание что уже до 2 ряда дошла пешка и белых никак не могут воспрепятствовать превращение в ферзя но у белых свой ферзь и друг второй ферзь уже на подходе сейчас обратите внимание 4 ферзя 1 умер на доске и плюс черные шагом выигрывают фигуру то есть у них сейчас лишний конь они атакуют двумя ферзями но угрозы черных тоже очень велики они грозят провести все-таки третьего ферзя уже на доску на доску с этим нужно считаться поэтому я забираю 1 серди ирина тоже забирает король оси но здесь уже грозит атака ферзем по первому ряду там с возможным всевозможными выигрышами поэтому нету времени у ины на то чтобы поставить ферзя то есть например если она превращает ферзя то здесь скорее всего решает какой-то ход вроде бы вроде ферже 1 или может быть конь е2 подключая коня к атаке в любом случае это было бы очень неприятно на белых поэтому белые играют король же 2 уходя из-под связки и прикрывая первый ряд и здесь я делаю ну конечно с компьютером легко делать такие ходы а в парке в живой реальной партии это было бы лишь невероятно красивый ход конь е4 по два боя нападая на ладью но одновременно ставлю небольшую ловушку ловушка заключается в том что коня брать нельзя на взятие пешкой следует ферзгать е4 шах король же 3 ферзгать е5 король же 2 и в общем два ферзя тут доставляют уйму неприятностей белом они как видите отыгрываются пешка на h7 и в общем то здесь должны конечно черные выиграть в этой позиции а а если на конь е4 белые берут не коня черного ферзя тогда тоже следует ферзг 2 мы поймем видите что дуэк серф с конем он здесь очень неприятен для белых и белые могут только мечтать здесь они чьи о том что черный объявит мечту ничью вечным шахом вполне возможно что здесь ничего и лучшего и нет чем вечный шах ну а может быть удастся вот каким-нибудь такими сериями шахов от есть пешку на g4 как сейчас ну и здесь например пойти коня кони в 2 прекратить наконец эту серию шахов белые вынуждены отдавать ферзя тоже забирая немедленно проводит белые своего ферзя здесь после шахом на f1 король h2 и все сбит d3 получается сердце выжить с лишней пешкой у черных на шансами на победу но вполне возможно кстати что он ничей никому интересно может открыть позиции таблицы налимовые посмотреть выигрывать здесь черные или здесь может быть ничья все-таки у белых далеко продвинутая своя проходная и определенная контраигра у них есть ну а мы с вами возвращаемся назад к парке в парке после входа конь е4 и насыграла ферзь а3 шах король b6 ну на b8 не хотелось идти потому что там вечный шах с полей в 8 и опять же мы там ферзь проходит шахом это вообще совсем плохо поэтому хочется идти только вперед на b6 и здесь или разменивать ферзи ходом без b2 сердце 2 ладья быть бы 2 шах король c5 пешка аж все-таки становится ферзем ну и здесь да это ферзя с конем хватает только для вечного шаха в общем партия заканчивается в ничью вечным шахом на этом все кому понравилась партия в описании видео есть файл формата pgm который вы можете скачать и самостоятельно проанализировать понравившиеся моменты найти какие-то свои пути свои анализы пишите комментарии ставьте пальцы кверху 2